Маткульт, привет, друзья! И снова пятый класс. Не даёт он мне покоя, этот пятый класс. Настолько трудные стали попадаться задачи у Светланы Алексеевны Савватеевой, что даже папа думает иногда с трудом по 15-20 минут, решает их. Ну вот, значит, у нас шестой выпуск сейчас идёт. Я всё-таки буду вести чёткий счёт всем нашим выпускам, связанным с пятым Т-классом 444-й школы. Сегодня идёт шестой выпуск, и я решил сделать его таким. Это такой разнобой. Вот будет слышно? Бой, да? Ну, ничего страшного. Чё, дети орут, да? Чё ж пятый класс. Пятый класс, да. Там дети орут, думаем, будет ли слышно. Ну, может быть, чуть-чуть будет. Я не буду вырезать даже. Да, да, да. Вот. Так вот, как это? Разнобой? Ну, у них есть такие листочки. Пятый разнобой, шестой разнобой. А это мой разнобой. Мой. То есть я взял из разных мест, повыдергал несколько задач, которые мне кажутся классными. И мы их порешаем. Ну, вот, например, лодика. Первая задача на лодику. За круглым столом. За круглым столом, да? Будем вращать прямо. Вот я честно скажу, что я уже... Я... Мы как бы в основном, в принципе, такие простые задачи света сама решает. Я решаю сложные какие-то. Вот эту, по-моему, она сама решала, поэтому я даже не... И не трогал её. Но сейчас попробуем решить, наверное, да? За круглым столом сидели четверо. Сидели четверо. Студент сидел напротив Геннадия. Смотрите. Студент. Напротив Геннадия. Вот так вот. Студент сидел напротив Геннадия. Рядом с аспирантом. Так. Всё ещё можно... Смотрите. Всё ещё можно написать здесь, и это сделать без ограничения общности. Потому что если бы аспирант был здесь, мы просто перевернули бы это колечко на обороты и рассуждали бы, как и раньше. То есть без ограничения общности можно считать, что студент вот тут сидит, аспирант здесь, Геннадий здесь. Итак, студент напротив Геннадия, рядом с аспирантом. Доцент сидел рядом с Василием. Вот начинается, да? Доцент рядом с Василием. Ну, понятно, что каждый из них, он и, как бы, это сказать, должность, и имя. То есть сейчас будет восемь имён и должностей, и нужно будет всё разгадать. Доцент сидел рядом с Василием. Так. Соседи Бориса, Андрей и научный сотрудник. Борис, Андрей, научный сотрудник. Ну вот интересно, конечно, студент, вот аспирант, научный сотрудник или не научный сотрудник, да? Какое звание у Геннадия? Итак, есть студент, аспирант, доцент и научный сотрудник. Значит, в этой задаче научный сотрудник и аспирант это разные люди, да? То есть у нас есть студент, аспирант, научный сотрудник и доцент, а также есть Василий, Борис, Геннадий и Андрей. Ну вот я уже, на самом деле, правильную речь сделал, вот в этом месте я уже обозначил их. Г, Б, В и А. Вот. Нужно понять, кто есть кто. Нет. А! Нет! Нужно только узнать, какое звание у Геннадия. Вот. Звание Геннадия. Итак, мне не всю информацию нужно узнать, хотя, может быть, это и получится сделать. А нужно узнать Геннадий, кто он. Кто. Ну вот давайте решать, прям вместе решать, потому что я реально не помню. Ну, ставьте на паузу, если вы хотите сами подумать и порешать. Ну и давайте подумаем. Итак, студент рядом с Аспирантом и напротив Геннадия, а доцент рядом с Василием. При этом, так, при этом Борис рядом с Андреем и с научным сотрудником. Значит так, Борис рядом с Андреем и с научным сотрудником. Значит, Борис не здесь, потому что здесь уже Геннадий. Борис может быть рядом. Так, ну давайте попробуем решать так. Пусть Борис там, где Аспирант, да? То есть пусть Аспирант Борис. Тогда у нас должен быть Андрей студент и научный сотрудник Геннадий, потому что здесь студент, научный сотрудник и студент разные. То есть если Борис рядом с Андреем, то Геннадий научный сотрудник. Так, а доцент должен быть рядом с В. Доцент рядом с В. Внимание! В этой ситуации доцент равен В. И соответственно такого быть не может. Итак, что мы получили? Что Аспирант не Борис. Так, это уже неплохо, да? Это уже в принципе некоторые знания. Мы знаем, что Аспирант не Борис. И по-прежнему знаем, что Борис рядом с Андреем и с научным сотрудником. Так, значит. Значит, может ли Борис оказаться студентом? Давайте попробуем все перебрать. Пусть Борис оказался студентом. Тогда научный сотрудник сидит здесь, потому что здесь Аспирант. Значит Аспирант будет Андрей. Вот, значит. Ну тогда, соответственно, здесь у нас, да, доцент при этом, доцент рядом с Василием, доцент. Где здесь может быть, где здесь может быть доцент? Доцент может быть здесь, а Василий здесь. А может быть наоборот? Нет, никак наоборот не может быть, потому что научный сотрудник, он уже не доцент. У нас Аспирант, студент, научный сотрудник. Значит, здесь доцент должен быть Геннадием, а Василий тогда должен быть научным сотрудником. И в этом случае мы, кажется, не пришли никакому противоречию, да? Ну-ка, давайте посмотрим. Значит, Геннадий, у нас есть Борис, он студент. Он сидит рядом с Андреем Аспирантом и научным сотрудником Василием. Доцентом является Геннадий, и он сидит рядом с Василием, что тоже верно. Так, итак, сейчас мы уже имеем один из ответов, а именно, что у Геннадия звание доцент. 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 Ну, давайте докажем, что по-другому не бывает, да? То есть, теперь что надо сделать? Теперь надо доказать, что ни здесь, ни здесь Борис не мог быть. Стираем и проверяем. У нас должно получиться, что Геннадий доцент, то есть остальные варианты должны уйти. Может быть, кстати, эту задачу можно решить и проще. Синий, кажется, не пишет. Может, этот синий будет лучше писать? Он вообще не будет писать. Ничего, есть третья попытка синего. Немножко лучше, наверное, пишет. Так. Итак, мы все расшифровали, если студент оказался Борисом, и все хорошо тогда. Так. А, ну да, ну Геннадий-то Борисом быть не может. Поэтому остался только один случай доказать, что вот такая ситуация невозможна. Значит, пусть Борис здесь, тогда научный сотрудник, должен быть Геннадий. Потому что там уже студент. А студент равен Андрею. Тогда... Тогда студент есть, научный сотрудник есть, аспирант есть. Значит, Борис это доцент. И он должен сидеть рядом с Василием. Но для Василия остается только эта версия. И опять мы приходим к противоречию. Поэтому действительно мы правильно решили задачу. Единственный вариант, что Геннадий был доцентом, а студент был Борисом. Так. Ну, неплохое начало, да? Это для разминочки. Задачу такую вспомнили, порешали. Разминка головы. Завершена. Мой разнобой. Выпуск... Давайте тут прям напишу. Выпуск номер 6, чтобы было... Помнили, что это выпуск номер 6. Мой разнобой. Продолжим. Посмотрим, что мы еще поразбираем. Так. Где-то тут я видел очень классную задачку. Так. Круги Эйлера. Круги Эйлера. Решаем дома. У нас, кстати, не было кругов Эйлера. Мы их пропустили в тот раз. Вторая задача. Связана с детским садом, который вон там. Под окном. Иногда крики оттуда будут досюда доноситься даже чуть-чуть. Так вот. К ним туда, в детский сад, завезли карточки для обучения чтению. На некоторых написано МА. МА. А на некоторых написано НЯ. Ну, то есть, часть МА, часть НЯ. Каждый ребенок взял три карточки и стал составлять из них слова. Оказалось, что слово МАМА. МАМА. Могут сложить 20 детей. Слово НЯЯ 30 детей. А слово МАНЯ 40 детей. МАНЯ. У скольких ребят все три карточки одинаковы? Вот такой неожиданный вопрос, да? У скольких ребят все три карточки одинаковы? Ну, давайте попробуем решить. Давайте прямо в процессе решать. Ну, говорят, что это задача по теме круги Ельвера. Я вот никогда до конца этого не понимал. Как их использовать, эти круги Ельвера? Ну, может, попробуем, может, сейчас получится. Вы нажимаете на паузу. Услышали про круги Ельвера? Значит, соответственно, можете нажимать на паузу и пробовать решить. Ну, а теперь мы порешаем. Итак. Смотрите. Три карточки могут быть четырех разных видов, да? Одна карточка может быть двух разных видов. МА или НЯ. Две карточки могут быть трех разных видов, а три карточки четырех. Все три МА. Две МА и одна НЯ. Две НЯ и одна МА. НЯ. НЯ. И, наконец, три НЯ. Вот. Ну, и вот моя рука прям хочет тут написать XYZT. Но давайте я пока не дам ей это сделать. Попробуем без букв решать. Итак. Слово МАМА получается у двадцати детей. А у кого получается слово МАМА? А вот у кого. Согласны? Слово НЯНЯ получается у тридцати. А это там, где две карточки НЯ существуют. О, так. Значит, смотри. Смотрите, мы уже знаем, что всего пятьдесят детей. Потому что... Ну да. У каждого либо МАМА, либо НЯНЯ получается. Если по три карточки каждый взял, да, то, во-первых, если взял по три карточки, значит, одновременно мама и няня не могут получиться, потому что для этого нужны четыре разные карточки. А с другой стороны, из трёх карточек, по крайней мере, две карточки будут одного вида. И тогда получится либо мама, либо няня. Поэтому в точности все. Все вот эти и плюс эти, да, это все дети. Ну, мы так и видим. Но ещё мы знаем, что маня получилась у сорока детей. А у кого получается маня? А вот у кого получается маня. Ну вот я даже не знаю, эллеры это круги или не эллера. Но ответ уже очевиден, потому что вот здесь сорок, а всего пятьдесят, значит. Соответственно, получается, что когда я выкину всех, у кого получается маня, а это эти и эти, то останутся как раз те, у кого все три карточки одинаковые. То есть таких десять детей. И это ответ. Ну вот. Дети погуляли и, кажется, ушли спать. Или обедать. Поцарилась тишина. Или решать задачки. Или задачи вот эти решать, точно. Сняема. Прекрасно. Ну давайте это всё сотрём. Тут всё очевидно пока совершенно. Две доски используем, когда что-то будет сложное. Но, тем не менее, красиво, да? Такая чисто задача на логику. Классическая. И походу в покер учат играть. Ну да. В покер, да? В покер там другие. Там сервер идёт. В какой вероятности флэш рояль больше, чем коре или меньший? В какой-то момент правило изменили, когда посчитали, что флэш рояль менее частая. Более редкая комбинация, чем покер. Раньше был коре. Раньше был коре, потом покер. А флэш рояль до этого. А потом вставили между покером и коре флэш рояль. Ну покер-то самый невероятный. А вот эти вот, значит, соответственно, их по-другому перечитали. Это мне рассказывал кто-то из моих учителей. Теории вероятностей. Так, ну и, наверное, давайте вот что ещё мы в этом выпуске про чётность поговорим. Чётность мы пропустили. Про чётность бывают очень прикольные задачки. И там можно будет сформулировать некую как бы общую концепцию. Про чётность можно сформулировать. Мы, правда, когда в шахматы играли, там уже была эта чётность. Не в шахматы играли, а шахматные задачи решали в одном из выпусков. Вот, так что же, давайте решим три задачки про чётность. Задача. Артур перемножил 17 целых чисел и получил 1025. 17. Целых чисел. Ну, извините, я уже запишу как математик. Только перемножил. Перемножил! Точно, перемножил, а я сложил. Точно? Артур перемножил. Да. Вот, хорошо, что оператор математики понимает. Плюс это умножить. Потому что недалеко не все киношники этого. Ладно, я шучу. Так. А Коля сложил эти же числа и получил 100. Вот так вот. Равно 100. Что вы думаете надо доказать? Что кто-то из них ошибся. Доказать, что этого не бывает. Чёрный мне немножко перестал нравиться. Только что хорошо писал, а стало плохо. Но может быть будет другой чёрный, который будет писать хорошо. Ну что, давайте ставьте на паузу и думайте, почему кто-то ошибся. А пока вы поставили на паузу и продолжаете думать, нет, точнее, когда вы уже от паузы отставили, и, например, не решили задачу, или, например, решили наоборот задачу, я хочу сформулировать следующее универсальное правило чётности и нечётности, которое вы должны знать наизусть. А сумма нечётного количества нечётных слагаемых, что он правильно нечётно, произведение любого количества нечётных нечётно, вкрапление любого чётного в эту вот их будет всегда чётным. То есть, вообще, если вы здесь что угодно ещё напишите, хоть одно чётное есть, хоть одно, одно че, вот, тогда произведение будет чётным. Вот как бы правило, да, которое надо понимать. Понимать. Ну, и здесь тоже можно навставлять ещё любое количество чётных, но тогда уточнение будет нечётное число нечётных слагаемых. То есть, правило работы с чётными и нечётными, их два. Если в сумме нескольких слагаемых нечётных слагаемых нечётное количество, то сумма будет чётной. Например, если в сумме нескольких слагаемых нечётных слагаемых чётное количество, то сумма будет чётной. Например, если их нет. Ну, это как частный случай. Произведение любого количества нечётных чисел нечётно, но вкрапление любого, в любое, вкрапление одного чётного числа произведения немедленно превращает результат чётный. Чётный. Всё. Вот если мы это знаем, то все задачи такого вида мы будем решать очень быстро. А именно, что следует из вот этого вот равенства? Из этого равенства следует, что все они нечётные. Потому что появление хотя бы одного чётного превращает результат перемножения в чётное число. А так как результат перемножения равен 25, то все они были нечётными. Но тогда у меня внизу происходит сумма 17 нечётных слагаемых. 17 нечётное число. То есть в этой сумме нечётное количество нечётных слагаемых. И значит, она никак не может быть равна чётному числу 100. Вот и всё. Давайте закрепим это правило. На самом деле, можно было бы даже выпуск назвать так. Разнобой с выходом на чёт нечёт. Ну, пусть уж будет. Пусть уж будет мой разнобой. Но про чёт нечёт я хочу закрепить. Так. Можно ли числа 1, 2 и так далее 21 разбить на несколько групп? Так. Чтобы в каждой из них максимальное число равнялось в сумме всех остальных. Неплохо, да? То есть у вас есть числа 1, 2 и так далее 21. Нужно их каким бы то ни было способом разбить на группы. Например, 21, 5, 6, 10, да? Какие группы? В группе? В каждой группе максимальное должно быть равно сумме всех прочих. Ну, пока я не вижу никаких причин, почему бы это было нельзя, да? Например, 7, 3, 4. Пока всё удаётся, да? Максимальное число равно в сумме остальных. Ну, давайте представим себе, что так удалось сделать до самого конца. И вы нажимаете стоп. Сейчас какое-нибудь ещё напишу. 17, например, это 8 и 9. Пока нет повторов? Нет, вроде нет. Ну, допустим, получилось, да? То есть сейчас надо доказать, конечно, что это нельзя, да? Раз так формулируют. Вряд ли там мы сейчас придумаем какой-то способ. Ну, давайте думать, почему это нельзя. Какая сумма вот здесь? Здесь сумма... Да, нажимаете на паузу, хотел сказать. Ну, уже поздно. Потому что я уже дал подсказку. Сумма здесь равна 14, сумма здесь равна 21 умножить на 2. А это 7 и 2. А сумма здесь равна 17 на 2. То есть... Вывод, что если это было возможно, если это возможно, то в каждой группе сумма чисел чётна. Ибо она равна дважды максимальное число. Удвоенному максимальному числу равна. Раз по условию в каждой группе должно быть максимальное, что равно сумме всех остальных, то при суммировании в ней чисел получается, что в каждой группе будет дважды максимальное. Ну, дважды — это чётно. Вот. Поэтому у меня получается, что чётная плюс чётная — это сумма всех чисел. она вот должна вот такой вид иметь. Она должна быть чётным числом, потому что она сумма нескольких чётных слагаемых. Но сумма-то какая? 1 плюс 2 плюс так далее плюс 21. А вы умеете такие суммы суммировать? Ну, ладно. Наверное, вы-то умеете. Но, может, не все умеют. Может, здесь смотрят совсем мелкие дети. Тогда, чтобы просуммировать это, нужно записать внизу то же самое, только в обратном порядке. Вот так вот. Вот. И тогда у меня получается, что двойная сумма 2 умножить на х. х равно сумма, а тогда 2 умножить на х равно 22 плюс ещё раз 22, да? То есть я вот так вертикально суммирую. И ещё раз 22. Итого 21 раз по 22. Вот. Вот. А значит, сама сумма равна одной второй. 21 на 22. Ну, то есть она равна 11 умножить на 21. Вот к чему я хочу подвести. 21 умножить на 11. Ну, всё. Противоречие. Чётное число равно произведению 21 умножить на 11. Двух нечётных. Поэтому разбить так не получится. Хотя бы в одной группе будет нарушено это свойство. Ибо это упирается вот опять же в чёт мечет. Ну и... Не, давайте вы седьмую сами решите. Я её сформулирую, а вы сами решите. Она очень похожа на предыдущую на самом деле. Итак, Рома на 99 карточках. Рома. 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 99 карточек. Написал 1, 2, так далее, 29. И перевернул их чистыми сторонами вверх. То есть вот у меня получились карточки там на задней стороне, да, на попах этих карточек написано 1, так далее, 29. Теперь пришёл, понимаешь ли, Антон, перемешал их как попало и написал снова 1, так далее, 29. Но уже перемешал, перемешал и написал опять 1, так далее, 29. То есть у меня получается что? У меня каждая карточка на одной стороне что-то написано и на другой. И это число от 1 до 99. Дальше они с Ромой вместе уже для каждой карточки нашли сумму написанных на ней чисел. То есть для каждой карточки, например, была карточка тут 3, а на обороте 85. Значит сумма будет 88. Так. Вот. И 99 полученных сумм перемножили. То есть вот на каждой карточке нашли и все перемножили. Вопрос чётный или не чётный? Ну, вы понимаете сами, что так как они сделали это как попало, да, и результат должен быть одним и тем же, то ответ у вас уже есть, потому что вот я как попало сейчас сделал, у меня тут 88, на что я не умножаю, получится чётный, да? То есть на самом деле факт стоит том, что надо доказать просто, что результат умножения всегда будет чётным числом. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Вот такие задачки. Значит, соответственно, это будет у нас шестой выпуск. Следующий выпуск... Следующий выпуск...